Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион в студии Кристины Рабина. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Доступная медицина в 12-м микрорайоне. Офис врача общей практики принял первых пациентов. Анапа будет обеспечена водой. Завершается масштабная модернизация центрального водопровода, которая вдвое увеличит объем поступающих в город воды. Новогодняя сказка от будущих педагогов. Студенты Анапского филиала Шолоховского университета устроили праздник для детей из приемных семей. На подведение итогов конкурса общественного признания «Профессионализм, достоинство, честь» по итогам 2016 года в городском театре собрались представители лучших трудовых коллективов, семьи, друзья и коллеги по работе номинантов, успехи которых признаны в этом году самыми значимыми для города и его экономики. Да и сам конкурс, безусловно, стал одним из значимых событий уходящего 2016 года. Глава города Сергей Сергеев, открывая это торжественное мероприятие, перечислил несколько важных юбилейных дат 2016 года. Вместе мы отметили несколько значимых юбилей. Это и пятилетие со дня присвоения городу-курорту Анапа почетного звания «Город воинской славы». Мы стали участниками митинга, посвященного второй годовщине возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Своё 25-летие в этом году отметило районное казачье общество, общество Центра армянской народной культуры. Четверть века исполнилось фестивалю киношок, а станица Анапская отпраздновала 180-летие. Но глава города подчеркнул в своём выступлении, что не только праздниками славен уходящий год. Несомненными достижениями Сергей Сергеев считает обеспечение бесперебойной работы всех коммунальных систем, благоустройство города и сельских территорий, ремонт дорог в сёлах. Среди важных событий года глава города выделял строительство нового скейт-парка, терминалы аэропорта Анапа, офиса врача общей практики «Футри-Рассвет», открытие дневного стационара в Джигинке и многие другие, что сделало жизнь Анапчан лучше. Торжественную церемонию награждения открыло вручение почётного диплому конкурса и статуэтки Ники в номинации «Проект года» депутату Государственной Думы Ивану Демченко за вклад в реконструкцию бассейна «Виктория». В ответном слове Иван Иванович поблагодарил Анапчан за то, что отдали свои голоса на выборах за его кандидатуру и поделился своими ближайшими планами. У нас в планах обязательны. У нас четыре участковые больницы ещё. Мы в каждом должны, в каждой участковой больнице у нас должен быть аппарат УЗИ. У нас сегодня детские площадки. На весну уже будем поставку у нас на наш город Куров порядка 26 площадок. То есть и впереди много-много работы. В номинации событий года отмечен проект закладки 100 гектаров садово ПХА Анапа и награду получил директор Владимир Белецкий. Лидером экономики назван санаторно-курортный комплекс «Делуч» с поручением награды генеральному директору здравницы, герою труда Кубани Вере Стефановне Севряковой. В номинации дебют года встречали танцевальный коллектив «Эри Данс» и хореографа коллектива Екатерину Васильеву. За волю к жизни отмечена Марина Буковец, инвалид-колясочница, активистка движения по созданию в городе безбарьерной среды. Предпринимателем года назван директор общества с ограниченной ответственностью к обстрой Виктор Леонтьев. В рамках инвестиционного проекта он строит жилой комплекс и детский сад, вложив в это строительство 600 миллионов рублей. За организацию тушения пожара мусоросортировочной станции в номинации «Честь мундира» отмечена работа помощника начальника караула пожарно-спасательной части Ивана Пилюгина. Многодетная семья с Костянковых из станицы Гостогаевская награждена за достойное воспитание детей. Супруги получили награду в номинации «Родительское отличие». Редактор Анапской молодежной открытой Лиги КВН, ведущий специалист молодежного центра 21 век Иван Василькован отмечена в номинации «Новое поколение». Светлана Касимова создала в Анапе детский сад совершенно нового типа, оснастив пчелку первоклассным развивающим оборудованием. Она получила награду в номинации «Сердце людям отдавая». В номинации «Спортивное достижение года» награду получила победительница спартакиада инвалидов Кубани Анастасия Шевченко. Председателя Совета старейшин Греков Кубани Валерия Асланова наградили почетным дипломом в номинации «Настоящий хозяин». Агроном тепличного хозяйства «Зеленстрой» Татьяна Троленко получила награду в номинации «За верность профессии». В номинации «Медиа-менеджер года» награду и звание «Человек года» получил генеральный директор издательского дома «Все для вас» Евгений Филимонов. Давиль отель и его управляющий Игорь Огурцов получили награду в номинации «За вклад в создание привлекательного имиджа курорта». По традиции в этот день на сцене в торжественной обстановке подводятся итоги конкурса названия «Лучший сельский округ». Первое место присуждено Анапскому сельскому округу, второе – у виноградного сельского округа, третье – у первомайского. Медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа награждены заместитель главы Анапы Сергей Козлов и заместитель председателя Совета Краснодарского регионального отделения Организации ветеранов боевое братство Вячеслав Бабуц. Стала доброй традицией вручать в этот день благодарности главы города настоящим профессионалам своего дела, проявившим огромную любовь к городу, его людям и профессии. Глава города Сергей Сергеев вручил ее лучшему председателю советами к району Северной Сергею Дорухову. Также благодарность была вручена и диктору нашей телерадиокомпании Ирине Меркурьевой за высокопрофессиональное дикторское мастерство и формирование позитивного образа нашего города у зрителей программы новости. Ежегодно самые яркие имена в культуре также отмечаются дипломом лауреата премии главы муниципального образования город-курорт Анапа. Закончилось это торжественное мероприятие замечательным мюзиклом «Золушка», поставленным режиссером Евгением Шанько. Задействованы в нем были только наши самодеятельные артисты. Сказка по-настоящему впечатлила. Еще об одном значимом и долгожданном событии для Анапы. Офис врача общей практики, который открылся в 12 микрорайоне, сегодня принял первых пациентов. Его открыли по инициативе главы города Сергея Сергеева и по просьбе местных жителей. Они уже познакомились со своим семейным доктором, который приехал в Анапу из Санкт-Петербурга. От идеи до реализации прошло около четырех месяцев, а речь идет о медицинском учреждении. За это время в помещении сделали ремонт, закупили оборудование. Кроме того, необходимо было получить лицензию и найти специалистов. Мне очень хочется, чтобы через некоторое время он знал каждую семью своего микрорайона и чтобы для каждой семьи он стал своим семейным доктором. А мы будем за этим наблюдать. И если что, я понимаю, что все вы так сразу ко мне или к Александру Александровичу не попадете. У вас есть Наталья Михайловна. Она нам будет передавать ваши приветы. Я сюда буду захаживать. Наталья Михайловна – это Наталья Михайловна Ключникова, координатор территориального общественного самоуправления. Местные жители пришли к главе города не просто с идеей, а уже с адресом помещения, которое на тот момент пустовало. Спасибо Сергею Павловичу за такой хороший подарок Новому году. Я желаю всем здоровья, удачи в Новом году. Спасибо. Сегодня день, когда в день можно заплакать от радости. Обратили внимание на звонки людей, на просьбы. Весь 12-й микрорайон просил. Действительно ситуация сложная. Приходишь в поликлинику, очень большая масса людей, город строится. Естественно, было очень трудно. Трудности позади. Все карточки уже размещены в регистратуре. На участке проживают около 5000 человек. Кто-то уже пришел на прием, а кто-то познакомится с доктором. Семейный врач оказывает первичную помощь. А это львиная доля всех обращений. Также его задача своевременно выявлять серьезные случаи, когда необходима высокотехнологичная помощь. Ее будут оказывать в городской поликлинике или краевых медицинских центрах. Это обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту, а также своевременную диагностику. Жанна Ерома в Анапе 2 месяца. Приехала из Санкт-Петербурга. Там она закончила медицинский вуз и проработала семейным врачом 15 лет. Говорит, что на новом месте ее встретили хорошо. Оснащение очень хорошее, мне нравится. Руководство хорошее. Они очень молодые, очень интересующиеся новыми новшествами. Поэтому я думаю, что мы еще будем вводить какие-то новые, усовершенствовать систему записи, приема и так далее. То есть это обязательно нужно делать, потому что первичная медико-социальная помощь, ее нужно улучшать всегда. В ближайших планах открыть офис врача общей практики в хуторе «Рассвет». Строительные работы закончат до конца года. Необходимо будет завести оборудование и получить лицензию. В будущем году в свои первые рейсы отправится передвижной флюорограф. Общая задача – максимально приблизить качественную медицинскую помощь к месту жительства людей. С раннего утра жители города были обеспокоены перебоями с водой. Звонки поступали в нашу редакцию. Слухи о том, что, возможно, воды не будет несколько суток, оказались сильно преувеличены. Как рассказали наши съемочные группы, специалисты ВДКанала началась завершающая стадия монтажа и введения нового водовода, который позволит увеличить количество подаваемой воды практически в два раза. Причем специалисты предприятия постарались минимизировать все неудобства, связанные с этими мероприятиями. К этому событию готовились больше года. Работа проведена колоссальная. Сегодня утром завершающая стадия – подключение нового водовода. В районе железнодорожного вокзала ветка от накопительной станции в ДжМТ соединится с центральной городской линией. Старая была построена в 60-х годах и более чем за полвека работы полностью исчерпала свой ресурс. Эту работу все равно надо было выполнять в любом случае, то ли сегодня, то ли завтра. Почему решили выполнять сегодня? Погода благоприятствует. Подрядная организация полностью готова. Кроме того, мы помогаем своими людьми. Утвержден график с подрядной организацией переврезки. Пока что работы идут согласно графику. О том, что работа идет масштабная и серьезная, наша съемочная группа убедилась лично. В ледяной воде по пояс при помощи автогенной бензорезов буквально по сантиметрам рабочие срезают старую разводку. Сейчас основная задача – отслить оставшуюся воду из старых труб и установить в котловане новое перепускное устройство. При всем этом город все-таки обеспечивается водой по другим линиям. На сегодняшний момент подачи воды в город идет через поселок Витязево, через Пионерский проспект. Давление в городе есть, но оно снижено. В верхней районе, верхняя часть города и микрорайоны есть вода с перебоями. То бишь, если идет массовый разбор воды, на этих участках микрорайонов не хватает воды. Для этого у нас идет подпитка, дополнительная подача в город воды с сельских резервуаров. Все проводимые работы идут согласно графика. Представители водоканала приносят жителям города свои извинения в связи с временными неудобствами. По регламенту, работы по вводу нового водовода будут полностью завершены в субботу утром. Дети из приемных семей встретились с Дедом Морозом в Анапском филиале университета имени Шолохова. Студенты и преподаватели подготовили интерактивный спектакль и подарки. Преподаватели говорят, что принося радость маленьким анапчанам, будущие учителя закладывают фундамент своей профессии. Дети – активные участники действия. С морем добра и позитива и самой маленькой капелькой зла, которое в итоге, конечно, будет побеждено общими усилиями. Праздник для ребят организовали студенты Анапского филиала Шолоховского университета. Будущие педагоги. Они сами сценаристы, сами костюмеры, сами гримеры. Подготовка и репетиции заняли около месяца. Образы узнаваемы. Белка в обычной, несказочной жизни Татьяна Мороз. На предложение принять участие в организации праздника откликнулась практически не раздумывая. Потому что детки, как бы интересно с ними поучаствовать как-то. Это больше подходит к моей профессии. Как и все артисты, Татьяна – будущий учитель начальных классов. Стать педагогом – ее сознательное решение. Она живет в станице Благовещенское и после окончания университета намерена пойти в восьмую школу, которую закончила сама. Мне очень нравятся дети. Я их люблю. Мне нравится с ними проводить, их чему-то учить. Какой вот маленький этап в жизни. Я и своего младшего братика воспитала, и мне понравилось. Среди мальчишек есть пират и ниндзя, а восьмилетняя Вика пришла в народном костюме. В зале 35 ребят со всего муниципалитета. Каждый получил по подарку, который приготовили преподаватели университета вместе со студентами. Мы восхищаемся тем людьми, которые берут деток в семье. Поэтому в этом году была инициатива моя и студентов, и преподавателей университета. И мы рады, что эти детки сегодня отпустят нас. Детские праздники, и не только новогодние, будущие педагоги под руководством своих наставников проводят постоянно. Преподаватели считают это неплохой практикой. Тем более, что учитель в России всегда больше, чем просто учитель. Мы уже рассказывали о том, что после смотра на центральной городской площади, Деды Морозы и Снегурочки отправились на свои первые задания. Один из них вместе с библиомобилем выехал в сельские населенные пункты. Это библиотека на колесах, которая выезжает туда, где нет библиотек. Первой точкой стал хутор Усатого Балка. Гостей встречали в сельском доме культуры. Для взрослых и детей организовали праздник, где они получили в подарок книги. Конечно же, участники читали стихи, отгадывали загадки и водили хороводы. С Новым годом, Дедушка Мороз! Ну что, ребятки, пускай все ваши желания исполняются. Добавляю вам всего самого-самого и лучшего. Пока-пока! А вам здоровья, приходите к нам. Ой, спасибо большое! А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова